МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 лет колонии общего режима в областном суде огласили приговор матери, выбросившей в туалет новорожденного ребенка. Убил от страха. В прокуратуру передано уголовное дело о подростке-грабителе. Провалив свидание, он разгромил несколько автомобилей. В Гомеле задержан мужчина, который выместил гнев обиженного ухажера на имуществе автовладельцев. В сентябре мужчина приехал в областной центр к своей возлюбленной, но теплого приема не получилось. 39-летний мужчина 19 сентября приехал в Гомель в поисках своей бывшей сожительницы. Добравшись до новостроек в районе Шведской горки, он отыскал нужный дом и принялся звонить, а потом истучать в дверь своей возлюбленной. Но никто ему не открывал. Соседи никакой информации не поделились. Оставалось ждать или возвращаться, несолоно хлебавши. Надежда все же не умирала. И затарившись спиртным, мужчина стал коротать время. Часы шли, а у подъезда знакомый облик не появлялся. Ближе к утру сильно похолодало и терпение закончилось. Мужчина от досады стал крушить все на своем пути. Вымещать злобу он принялся на иномарках, стоящих у подъезда. Где кузов ногой помял, где зеркало разбил. Хозяева, проснувшись от воя сигнализации, сразу же вызвали милицию. Буяна задержали. Эксперты зафиксировали механические повреждения автомобилей, по которым в дальнейшем будет подсчитан ущерб. Гражданин иностранного государства прибыл в город Гомель. Ночью в 4 часа по улице Пениськова начал без разбору крушить стоящие автомобили, причинив гражданам имущественный вред. Пояснил, что искал дом своей сожительницы. И так как не нашел его, было холодно. Своими действиями провоцировал вызов сотрудников органов внутренних дел, чтобы они забрали его. Гомельским городским отделом Следственного комитета в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Мужчине за свой необдуманный поступок грозит наказание до трех лет лишения свободы. Ненадлежащий уход за техникой может привести к ее полному уничтожению. Эту горькую истину на прошлой неделе проверили на себе как руководители одного из сельхозпредприятий Гомельского района, так и обычный житель областного центра. 26 сентября в 13.42 спасатели Гомельского и Добружского районных подразделений МЧС выехали по сообщению о пожаре кормоуборочного комбайна на поле вблизи деревни Глыботская. По прибытию первых подразделений МЧС к месту вызова горел кормоуборочный комбайн, которым проводились работы по уборке кукурузы. В результате пожара поврежден моторный отсек, кабина и шасси комбайна. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В Гомеле вечером 28 сентября как факел горел легковой автомобиль возле Гомельского городского военкомата по улице Богдана Хмельницкого по причине ДТП. Пожар оперативно ликвидировали, но движение по городской артерии было перекрыто почти на час. В момент пожара запечатлели очевидцы происшествия. В большинстве случаев причинами возгорания автотранспортных средств, находящихся в движении, является разгерметизация узлов и агрегатов с последующим попаданием эксплуатационных жидкостей на высоконагретые поверхности, либо неисправности электрического оборудования. При ДТП каждый случай необходимо рассматривать в отдельности, потому как причин возгорания может быть значительно больше. Хотела угодить директору и пошла на служебный подлог. В Гомельском городском отделе Следственного комитета закончено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера одного из частных строительных предприятий, выдававшего липовые справки по начисленной зарплате. Суд уже вынес приговор. Гомельчанка, работая в должности главного бухгалтера одной частной строительной фирмы и желая оказать услугу своему работодателю, выдала справку о начисленной заработной плате за последние три месяца его племяннику, с которой последний обратился в банк. Благосклонность руководства она поставила выше закона, за что и поплатилась. Желая оказать услугу директору и получить для себя выгоду, из одной личной заинтересованности составила справку сложными сведениями, которую передала племяннику директора предприятия, в результате чего он получил в банке кредит, не работая на данном предприятии фактически. Действия женщины были квалифицированы по части 1 ст. 327 УК Республики Беларусь, то есть служебный подлог. С работы ее уволили. Суд назначил наказание 62-летней гомельчанке в виде штрафа в размере 300 базовых величин. От 10 до 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Таков приговор трем жителям Гомельской области, которым удалось организовать настоящую лабораторию по производству метаамфетамина и снабжать им весь регион. Наркодельцов задержали в феврале 2017-го. В их автомобиле правоохранители обнаружили сверток психотропным веществом. При обыске мест жительства задержанных, милиционеры нашли наркосырье и оборудование для нарколаборатории. На суде обвиняемые попросили прощения у родственников за причиненные неудобства, имея в виду сроки, к которым их приговорил суд, и нервы, потраченные близкими в ходе разбирательства уголовного дела. А его история такова. В 2014-м наркодельцы уже засветились перед правоохранителями. После задержания их подельника залегли на дно на полтора года и возобновили наркоторговлю лишь после того, как выработали новую стратегию бизнеса, взяв во внимание множество нюансов. Отпускали товар только проверенным клиентам и только по звонку. Никогда не оставляли следов приготовления амфетамина в лаборатории. Чистили пробирки, приборы и хранили оборудование в отдельном месте. Все эти меры существенно осложняли работу милиции, но не помешали довести ее до конца. Лаборанты погорели неожиданно. Их «Ауди» остановил экипаж ДПС для проверки документов. В ходе обыска в машине нашли сверток с наркотическим веществом. Подельника брали поутру. В одном из частных домов Новобелецкого района Гомеля находилась целая нарколаборатория. Отсюда наркотикам снабжался весь регион. Формулу по изготовлению метамфетамина одному из уже подсудимых досталось от старшего брата, который в настоящий момент отбывает наказание в местах лишения свободы. Получается, обвиняемые закупили необходимое оборудование, реактивы и в подвале одного из домов стали производить метамфетамин. За изготовление, хранение, перевозку и незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, а также за незаконное перемещение через госграницу прекурсоров наркотических средств, 35-летний гомельчанин приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его 38- и 33-летние приятели получили по 10 лет тюремного заключения. Ответила за убийство младенца. В Гомеле вынесен приговор женщине, которая в апреле этого года выбросила в приусадебный туалет своего новорожденного ребенка. Гособвинение наставило на том, чтобы обвиняемые дали максимальный срок наказания 25 лет лишения свободы. В судейской коллегии были учтены все обстоятельства этого шокирующего происшествия и вынесен вердикт. «Назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима». Потерпевшей стороной на суде был признан отец обвиняемой. По его словам, дочь раскаивается в содеянном. Однако она скрывала от него свою беременность и, когда родила, приняла решение избавиться от младенца. О положении обвиняемой знали только две близкие подруги. Они забили тревогу, когда поняли, что роды состоялись, а их знакомая ни с кем не нянчится. Напомним, эта дикая история произошла в поселке Зябровка Гомельского района. Не желая становиться матерью, 20-летняя местная жительница решила выбросить сына в сельский туалет. Как рассказали эксперты, мальчик родился здоровым и какое-то время был жив, а умер от голода и переохлаждения. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина, совершая такие действия, не находилась в психотравмирующей ситуации, которую могли спровоцировать роды и действовала осознанно. По словам представителей гособвинения, до беременности она часто прикладывалась к спиртному и вела разгульный образ жизни. В следствии она так и не смогла указать, кто мог бы быть отцом погибшего ребенка. 15 лет подсудимая теперь проведет в исправительной колонии, в которой будет проходить лечение от алкоголизма. Органам предварительного расследования, а также как и суд, квалифицировали действия как убийство малолетнего ребенка, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью. Помимо того, что она совершила, у нее уже диагностировано еще заболевание хроническое, поэтому она признана уменьшенно вменяемой еще. Поэтому я так думаю, что и суд и это обстоятельство учитывал при назначении определения меры наказания. Следственное управление ОСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении 16-летнего гомельчанина, который обвиняется в убийстве 24-летнего мужчины. В начале июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подросток ночью беспрепятственно прошел здание общежития на улице Владимирова. Поднялся на третий этаж, проник через незапертую дверь в комнату к незнакомым спящим людям и пытался похитить ценное имущество и деньги. Из-за шума проснулся мужчина. Он вышел на кухню посмотреть, что происходит, и встретился с грабителем. Тот быстро схватил нож, лежавший на кухонном столе, и ударил им несколько раз хозяина квартиры. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. После этого подросток выбежал на коридор, спустился на второй этаж и через окно выпрыгнул на улицу. На основании собранных по уголовному делу доказательств действия несовершеннолетнего следствие квалифицировало как покушение на кражу с проникновением в жилище и убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление. Как рассказал подросток, он испугался, что мужчина может запомнить его лицо и передать ориентировку милиции. Именно поэтому он схватил нож и решил ликвидировать свидетеля. Как стало известно, подросток воспитывался в неполной семье. Мать была лишена родительских прав, а отец не раз привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Юноше грозит до 15 лет лишения свободы. У подростка были зафиксированы многочисленные факты нарушения поведения. Это и совершение кражи, и хулиганство, и распитие спиртных напитков, а также прогулы уроков. Семья состояла на внутришкольном учете, как находящаяся в социально опасном положении. Милиция разыскала водителя, сбившего на пешеходном переходе в Гомеле шестилетнего мальчика. После ДТП виновник наездо скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в больницу. Для поиска нарушителя был объявлен перехват. Позже машину, сбившую пострадавшего мальчика, обнаружили в нескольких кварталах от места ДТП. Наезд произошел на месте пересечения проспекта Октября с улицы Братьев Лизюковых. Водитель сбил ребенка прямо на регулируемом пешеходном переходе, проигнорировав правила проезда перекрестков. После ДТП нарушитель продолжил движение, не оказав никакой помощи потерпевшему. Мальчика отвезли в больницу. К счастью, медики не диагностировали у него травм, опасных для здоровья. Принятыми мерами розыска также было установлено, что водитель бросил автомобиль вблизи улицы проспект Речицкий. Осмотрев этот автомобиль и опросил очевидца свидетелей, провел комплекс розыскных мероприятий, было установлено, что данное ДТП совершено было лицом цыжанской национальности, который не имел права управления. И, значит, вопреки, как я уже сказал, ранее действующего законодательства, оставил дорожно-транспортное происшествие, не оказал тем самым несовершенно малолетнему ребенку по медицинскую первую медицинскую помощь. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова